МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что было в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. По вершине ТЁИ сменится профиль. Власти Хакасии не исключают закрытие производства, на смену которому придут спорт и туризм. Шира остается самым проблемным участком большой стройки. Часть домов еще возводится, а в готовом жилье хозяева находят строительный брак. Когда будут устранены недоделки и какие уроки 12 апреля получили власти? Об этом в интервью нашей программе рассказал заместитель главы Хакасии Владимир Крафт. Огнеборцы наступают и выигрывают. В судах прошли первые процессы против дачных обществ, не выполнивших все требования пожарной безопасности. В этом году исполняется 100 лет со дня смерти первого шурского писателя и священника Иоанна Штыгашева. Памятную дату вспомнили по обе стороны Саянских хребтов. В Хакасии два места, где живут за счет горняков. И на этой неделе там воцарились совершенно противоположные настроения. А база вздохнула спокойно, а вершина ТЁИ в напряжении. В четверг Виктор Зимин объявил, если рудники и можно спасти, то только в абазе. В вершине ТЁИ надо быть готовой к возможной консервации производства. Чем ближе был октябрь, тем напряжение становилась обстановка среди горняков. Хотя в сентябре производство заработало, полной уверенности в завтрашнем дне не было. Все работники подписали уведомление о сокращении с начала этого месяца. Ни Министерство промышленности, ни Руда Хакасии не могли объяснить, так будут ли увольнения. Ситуация прояснилась лишь с появлением Виктора Зимина, который объявил. У абазы есть перспективы, а вот ТЁИ должна быть готова к худшему. К Новому году производство могут законсервировать, а значит сотни человек останутся без работы. У меня просьба большая. Правительство сегодняшний день начинает работать с людьми. Ни один специалист не должен быть на улице. Коллеги, это Министерство промышленности. Переговорить со всеми нашими разрезами, угольщиками, предприятиями дорожной сферы. Мы спокойно можем забрать 300-400 человек. Социальным службам особая нагрузка рентгенальная. Пойдем на беспрецедентные меры той части, что если нам придется, часть населения, желающая переехать, будем решать те вопросы. Вместе с тем бросать вершину ТЁИ на производ судьбы власти не будут. Они всерьез собираются развивать там новые производства. Ожидается, что к 1 ноября ИТЁИ и Абаза получат особый статус монопрофильных территорий, позволяющий им рассчитывать на помощь из федерального бюджета. Также там будут созданы своего рода офшорные зоны, то есть бизнесу дадут большие налоговые послабления. Власти рассчитывают, что это заманит в Абазу и ТЁИ желающих открыть там новые рабочие места. В настоящее время ведется проработка вопроса о создании на территории следующих производств. По выпуску навесного оборудования, производство резиновой крошки и мусорных контейнеров, железобетонных и металлических изделий. Предполагается строительство современной теплицы с автоматизированной системой управления микроклимата. Организация швейного производства. Что касается вершины ТЁИ, то там главный акцент власти делают на развитии спортивно-туристической отрасли. Красивая природа, плюс наличие центра спортивной подготовки, отличный трамплин для этого, уверены чиновники. Ежегодно в Хакасию съезжаются спортсмены и нужно создать им необходимый сервис. Создавать места приема гостей, то есть гостиницы. Дальше что? Их нужно кормить. Нужны кафе, то есть это сфера услуг, она однозначно ее нужно будет рассматривать в приоритете. В рамках такого профильного производства самого рудника есть большое количество, ну так, видели, будучи в ТЁИ, да, отвалы, которые, породы, которые, в принципе, я считаю, что тоже можно рассмотреть возможности для дальнейшей переработки. Сейчас правительство делает упор на организационные моменты. В ближайшее время надо оформить все пакеты документов. Государство не в состоянии возродить основное производство. Мол, все диктуют законы рынка. Однако, будут ли успешны его попытки перепрофилировать горнятский поселок, вопрос открытый. Тем более, что экономический кризис в стране никто не отменял. Марина Конодакова, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. Завтра в Вершину ТЁИ выезжает глава Хакасии Виктор Зимин. Он встретится с жителями поселка и объяснит, насколько реальны шансы закрытия карьеры и как власти могут помочь пережить эти непростые времена. Об этом мы расскажем в информационной программе Вести Хакасия. Срок, который власти поставили себе для полной сдачи домов, для погорельцев сдвигается на неопределенное время. Чиновники откровенно признаются, когда возводится такое огромное количество зданий, без огрехов не обойтись. Особенно хорошо это видно на примере Шира, где заселена только половина построенного жилья. На что жалуются новоселы и в чем причина проблем, смотрите в следующем материале. Все внимание будущих новоселов из Шира сегодня приковано к домам, ведь по второй строительной очереди работы должны были завершиться к 1 октября. Однако отделочники и электрики дело до конца еще не довели. Семья Усковых с августа пытается добиться замены разбитого оконного стеклопакета и освещения в комнатах. На отсутствие плинтусов, на скорую руку за штукатуренные стены хозяева уже давно махнули рукой. Вероятно, придется все доделывать самим. Ладно, с этой стороны оно вот так вот ляжет, а вот с этой стороны оно никак. То есть это надо вот эту дверь выпилить и по новой вставлять. Опасаются супруги и того, что зимой в доме будет холодно. В семье трое детей, есть новорожденный. У Татьяны Куюковой проблемы серьезнее. Каждый день женщина приходит к своему недострою. Двор перерыт, ямы под септик и водоскважину не закрыты. Женщина уверяет, судебных разбирательств в связи с утратой жилья у нее не было. В очереди на новый дом стояла одно из первых. Однако постройка в том виде, в котором сейчас, стоит с августа. И лишь только на этой неделе началась заливка полов. Я хожу к ним, плачу, плачу. Каждый день хожу и плачу. Обещает мне начальник там и участка. Завтра, завтра, завтра меня уже закормили. Строители от интервью отказались, за камеры же отметили. Все 23 дома, за которые отвечает именно их компания, на сегодняшний день готовы на 98%. Квартиры рабочие сдадут к 10 октября. В этот список включенный дом Татьяны Некандровны. Чиновники приводят официальную статистику. Всего в Шира после пожаров должны возвести 357 домов. Отделка завершена в 320. Коммуникации подведены к 293. Однако сельчане уверяют, недоделок гораздо больше. Обращаются с жалобами на горячие линии. Было получено 20 жалоб по горячей линии администрации России и 14 жалоб от администрации президента. Все 34 жалобы проверены. Удовлетворены требования граждан. Те претензии, которые имеются, они сняты с повестки дня. Понимаю критику и тех лиц, которые вселяются в эти дома. За такой короткий период построить такое большое количество домов с теми людьми или с теми строителями, можно в скобках назвать строителями, потому что большая часть это были не строители. Люди приглашены на эту работу со стороны, которые молотка-то в руках держать по-человечески не могли. Вообще-то это называется полное отсутствие организации нормального строительства. Причину торможения работ чиновники видят еще и в другом. Идет воровство, постоянно воровство. Вот буквально неделю назад строители не успели отойти, на утро приезжаем, все батареи уже сняты. А кто ворует? Не знаю, кто ворует. Со стороны правительства, со стороны Минстроя, со стороны администрации все, что необходимо было, мы, считаю, все сделали. За короткий срок было проведено центральное водоснабжение. Это великое дело. Без проекта, без всего. Мы вместе с генподрядчиком отработали, да, и микрорайоны Иткульские. Запланированный срок. В 20-х числах сентября централизованное водоснабжение запущено и в центральном квартале Шара. В микрорайоне «Союз золота» пробурены индивидуальные скважины. Все строящиеся территории электрифицировали. Между тем, заселены пока лишь 220 квартир. В числе таких и дом Константина Ильина. Заехал хозяин в минувший понедельник. Батареи горячие, свет есть. Я на 90% удовлетворен качеством, доволен пока. Ну, а по большому счету судить о качестве равно. Надо пожить и посмотреть, как будет. Не теряют надежды встретить зиму в собственных стенах и еще почти 200 погорельцев из Шара. Пока же живут у родственников в съемных квартирах и в пункте временного размещения в Жемчужном. Однако работать он будет только до 12-го числа. С 1-го октября режим ЧАЭС в Хакасии снят. Администрация района уже попросила правительство продлить срок работы пункта. Ответа пока нет, но можно предположить, что он будет положительным. Я бы очень хотел, конечно, чтобы 6-го было все закончено. Но я очень сомневаюсь, потому что 6-го октября все мелочи будут устранены еще. Давайте так, работать до последнего. В рамках заседания правительства губернатор также отметил, что ни одно замечание погорельцев, связанное со строительством и ремонтом, нельзя упускать из виду. Бояться жалоб не следует. Наоборот, это должно стать толчком к более ответственной работе. Добавим, с 1-го октября по вопросам качества жилья следует обращаться не только в Минстрой Хакасии, телефон вы видите на экране, но и на горячую линию Минстроя России. Заявки принимаются также в электронном виде. Адрес почты на экране. Наталья Гармашова, Игорь Брюханов, Вести Хакасия, события недели. Тем не менее, 1-го октября – это определенный рубеж восстановления Хакасии после массовых пожаров. И предлагаю вспомнить общую картину. Итак, 12 апреля горело 38 населенных пунктов. Огонь уничтожил 1414 домов. Что сделано на сегодня? Властям предстояло построить 1239 домов. Это меньше, чем уничтожил огонь, так как 150 погорельцев имели второе жилье, и значит, у них не было права на восстановление сгоревшего имущества. По последним данным, 850 домов из построенных уже переданы в собственность владельцам. Всего на строительство было потрачено около 2,5 миллиардов рублей. Еще 64 миллиона Хакасия получила на возведение двух школ и двух ФАПов в селах Кагаева и Кожухова от Джаникидзовского района. Солидные суммы Федерация выделила на строительство систем водоснабжения, на транспортную инфраструктуру, а также на реконструкцию сгоревших электросетей и капитальный ремонт домов, которые пострадали от огня. Особая статья – это выплаты компенсаций семьям погибших и людям, получившим вред здоровью. Напомню, жертвами стихии стали 32 жителя Хакасии, но положенный миллион выплатили только за 28 человек. У пятерых просто не оказалось родственников. Кроме того, по 200 и 400 тысяч за легкий и тяжкий вред здоровью получили 143 человека. Добавлю, что из 12 пострадавших, кто оказался в ожоговых центрах Москвы и Красноярска, на сегодня в больнице осталась одна женщина. Остальные уже выписаны. Кроме того, все погорельцы также получили по 10, 50 и 100 тысяч рублей за частичную или полную утерю имущества. На это ушло более полумиллиарда рублей. Итого, в общей сложности республика получила помощь в размере почти 4 миллиарда рублей. Более подробно об оказанной поддержке, об особенностях строительства жилья и о том, какие меры против пожаров планируется принимать в будущем, мы поговорили с руководителем штаба по ликвидации последствий ЧАЭС Владимиром Крафтом. Итак, 1 октября наступило. Что удалось сделать к этому сроку и что еще предстоит сделать? Мы вообще находимся на финальной стадии по ликвидации общей чрезвычайной ситуации в республике. Конечно, основное это было обеспечить людей жильем. В целом работа близится к завершению. Очевидно, что по определенному количеству домов имеются недостатки. Мы это понимали. Выявлены недостатки по внутренней инженерной подводке отдельных домов в Ширинском районе. Они реализуются мероприятия по их устранению. Есть небольшие проблемки по централизованному водоснабжению. Что я имею в виду? Вот у нас из всех домов, а их на сегодняшний день, как я сказал, 1239, 715 обеспечены централизованным водоснабжением. Но пока мы его в полном объеме везде запустить не можем, потому что в главгосэкспертизе в городе Красноярске проходит соответствующее согласование. И ответ о том, что мы можем их запустить, пока еще нет. Мы в полном объеме те цифры, которые мы планировали, практически выполнили. Сейчас, наверное, до 10 октября будет очень интенсивная работа идти по устранению выявленных недостатков. И сейчас мы даже приступаем еще к строительству домов, решения судебные по которым состоялись после 20 сентября. У нас таковых домов ни много ни мало, уже сейчас 12. И плюс еще суды идут. Поэтому стройка пока еще завершена в полном объеме, не будет. Я правильно поняла, что на вашу горячую линию не поступило сообщение об очень грубых нарушениях при строительстве домов? Об очень грубых это 100% нет. У нас в Минстрое открыта горячая линия. Вот за последние только неделю поступило 30 звонков. По каждому этому звонку соответствующая комиссия выезжает, проверяет и принимает решение об устранении. Это нормальная практика в таких вот случаях. Такое ограниченное количество времени, а практически это за 4 месяца, построить 1200 домов. Знаете, на мой взгляд, это практически была нереальная задача. И нам, к счастью, все это удалось сделать до холодов. Насколько гладко прошел процесс выплат компенсации пострадавшим погорельцам? Учитывая тот момент, который Виктор Михайлович Зимин сумел с двух, называется, заходов на федеральном уровне решить, это выплаты по судебным решениям за счет той суммы, которая поступила первоначально, а не так, как это предусмотрено действующим законодательством. Когда мы по судебным решениям должны были документы направлять в Минфин, и не из той суммы, которую нам предоставили, а совершенно из отдельной суммы у нас по паводку, эта проблематика затянулась практически на полтора года. Так вот, мы на текущий момент выплатили 5868 пострадавшим 510 миллионов. То есть все, абсолютно все, которые имели юридические основания и без судебных решений, и по судебным решениям, эти суммы получили. А вы еще упоминали, что республика получила некую помощь из Росрезерва. Что это такое? Пришло два груза, в котором было 90 тонн консервов, это мясные и рыбные, а это ни много ни мало, 300 тысяч банок. Нам пришло 25 тонн сахара, 10 тонн гречки, 2 тонны муки, там мыло, чай около полтонны. На обеспечение населения с 12 апреля по 22 июля. Мы этот груз в соответствии с количеством пострадавших в территориях Минтрут у нас разделил. Мы незамедлительно доставили муниципалитеты, муниципалитеты поделили. Мы единственное просили, чтобы включали в состав этих комиссий по дележу людей, общественников, чтобы никаких не возникало вопросов, чтобы все было честно и прозрачно. Это не единственные виды помощи, которые мы оказывали населению. Нам очень серьезно помогали другие территории. Красноярский край, скажем, предоставлял там стиральные машинки, холодильники. По поводу бытовой техники, да, просто такие слухи ходили, что часть чайников, плит и так далее сотрудники администрации забрали себе. Неизвестно, почему были такие слухи, но вы как-то реагировали на них? И были ли проверки по этому факту? Безусловно, и проверки были. И когда приходил этот груз, на первоначальном этапе указания всем территориям были очень ответственно отнестись к распределению. Это всегда вызывают иногда и обоснованные, иногда и необоснованные жалобы. Но чаще всего причиной этого становится отсутствие полной информации. Возможно, не просто информации общей, что разделили в стольки человека. Может быть, с указанием персональных фамилий. Но, к сожалению, когда чего-то не хватает, а все думают, что должны получить все, всегда, к сожалению, возникают вот такие трудности. С учетом этого мы и просили, чтобы в состав этих комиссий входили общественники, наиболее активные. На собраниях-сходах граждан разъясняли, по каким критериям делили эту технику. Но ее всем изначально невозможно было распределить. Что все-таки у нас планируют делать власти, чтобы в будущем этого не повторилось? Хотя бы какие есть мысли, идеи на этот счет? Я очень критически вместе со своими коллегами анализировал все, что произошло, действия людей, принятые меры. И мы все-таки приходим к мнению, что, к сожалению, есть масштаб стихии, с которым на сегодняшний день пока не готов справиться человек. Вот не хватает наших сил. Безусловно, мы еще раз внимательно пересмотрели принципы и подходы работы к оповещению населения. К реагированию. Соответствующее предложение внесли главе республики для рассмотрения вопросов по строительству дополнительных депо. Хотя вот по пониманию федерального законодательства у нас их практически достаточно. Но всегда хочется их большее количество, чтобы обеспеченность территорий, вот ЧАЭС различного характера, была более серьезной. Люди считают, что им в полном объеме государство должно возместить причиненный ущерб. Законодательством это не предусмотрено. Я хочу обратить внимание возможных пострадавших потенциальных будущих. Жизнь очень сложная вещь. И ситуация чрезвычайного характера возникает с регулярностью, которая нас иногда уже начинает пугать. Вот сейчас готовится документ, в соответствии с которым, если у человека имущество не было застраховано соответствующим образом, при принятии решения государством о строительстве жилья, оно будет ему передаваться не на праве собственности, а на праве социального найма по договору соответствующему. Поэтому просто призываю всех моих земляков очень серьезно к этому отнестись и страховать имущество свое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оцениваются в 250 миллионов рублей. Правда, пока ни один из обвиняемых вины не признает, а Голушев и Базиев уже второй раз пытаются доказать, что дело завели незаконно, а у следствия на самом деле нет достаточных улик против них. Впрочем, экс-чиновники потерпели фиаско. Кроме того, суд продлил им сроки задержания еще на 4 месяца. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. Дачные общества через суд заставляют обеспечить защиту участков от пожаров. После апрельской трагедии Госпошнадзор решил жестче следить за тем, как оснащены массивы всем необходимым для защиты от огня. Дисциплина в этом плане, как всегда, хромает, поэтому надзорники подали первые иски. Мы встретились с одним из ответчиков, чтобы узнать, насколько выполнимы требования пожарных. В этом контейнере хранится все добро товарищества Саяны, что на северном склоне горы Самохвал. Последнее приобретение – мотопомпа, куплено за 20 с лишним тысяч по требованию пушнадзора. А еще, по мнению этой службы, для полной защиты от огня массиву не хватает собственного водоема, откуда машины могли бы заправляться в чрезвычайном случае. У подножия Самохвала находится протока Абакана, но она не в счет. С этой протоки мы набираем воду насосами на наши емкости. Это в летнее время, для водоснабжения дачных обществ. А для пожарников это надо рассматривать отдельно, этот вопрос. Близко, плотно, чтобы у нас согласовать все спорные вопросы. При этом Саяна имеет то, чего не увидишь в других дачных обществах. Несколько кранов, насосы и даже емкости на 50 и 25 кубов воды. Но, как это часто бывает, самые дисциплинированные и попали под раздачу. За отсутствие пожарного водоема Саяна оштрафованы на 70 тысяч рублей. Да еще попали под суд, который обязал товарищество устранить нарушения до 30 сентября. Николай Хребтов, бессменный председатель общества вот уже более 25 лет, отчетливо понимает – средств на строительство водоема ему взять негде. Мы будем апелляцию подавать или просить дать отсрочку. Во-первых, на эти работы нужно выполнить проектные работы, которые необходимо сделать. Согласно этих проектных работ уже расходы определять. А денег у нас практически таких мы не найдем. Поэтому вся надежда на грант со стороны нашего правительства. О том, что финансы поют романцы, теперь болит голова и у других дачных товариществ. Требований у Пошнадзора немало. Общество должно составить точные карты массивов, чтобы служба 01 могла быстро найти нужный адрес. Построить нормальные дороги, на которых могли бы разъехаться пожарные машины. Обеспечить себя пожарными гидрантами и водоемами. Где взять на все деньги? Вот в чем вопрос. Я пытался выяснить, чтобы мне пробурить скважину. Оказывается, простая скважина мне не годится, нужна специальная скважина. И мне насчитали свыше 200 тысяч, чтобы одну пробурить. Я сначала хотел через каждую улицу гидранты эти сделать, с людей деньги собрать. А потом, когда мне сумму озвучили, что там 200 с лишним тысяч, я понял, что это нереально. Резонные вопросы прозвучали на встрече в пожарной части Абакана. Пошнадзор специально собрал всех председателей, чтобы еще раз предупредить об ответственности. Судя по всему, именно 12 апреля заставило власти более жестко следить за ситуацией. Ведь противопожарные требования появились не вчера. Однако контролирующие органы входили в положение дачников и порой закрывали глаза на нарушение. Пока перед судом предстали два товарищества. Но это явно не последние иски. Вопрос-то может быть кардинально решен. Никто об этом не задумывался. Необходимо думать нам с вами. То есть я просто каждого прошу председателя, представителя дачного бедея подходить к нам. И мы будем с вами обговаривать ситуацию. Потому что ситуация у всех уникальна на самом деле. Добавлю, что на исполнение всех требований пожарных товариществам требуются колоссальные средства. Некоторые председатели видят два выхода. Либо просить у властей, либо собирать с дачников. Так что последним, возможно, стоит быть готовыми к повышению взносов. Марина Конодакова, Игорь Брюханов, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. Василий Белоногов в четверг официально вступил в должность главы Черногорска. Инаугурацию посетили многие представители политической элиты. От которых виновник торжества услышал немало теплых слов в свой адрес. Наши корреспонденты сравнили их с тем, что говорят о работе властей сами жители города угольщиков. По результатам итогового протокола территориальной избирательной комиссии города Черногорска убедительную победу с результатом 58,82% одержал Василий Васильевич Белоногов. Об убедительной победе Василия Белоногова в этом зале скажут еще не раз. Черногорск считался одной из самых горячих точек минувшей выборной кампании. Но интриги не случилось. Не было достойной альтернативы действующему градоначальнику. А если верить коллегам и однопартийцам Белоногова, он заметно преобразил Черногорск. И это в том числе благодаря ему. Строится промышленный парк и создаются новые рабочие места. Вы добились заслуженного уважения черногорцев, высоким профессионализмом, огромной работоспособностью, неиссякаемой энергии. Убеждена, что сотрудничество представительной и исполнительной власти будут активным и плодотворным. А итогами нашей работы будет благоприятная среда в городе, его развитие и процветание. Мы видим, как много вы делаете для духовно-нравственного возрождения. Под руководством Василия Белоногова город находится фактически 7 лет. Очередной пятилетний срок не просто кредит доверия от избирателей, но и шанс исполнить свои обещания. Тем более, что работы в городе предостаточно. Делайте то, что у вас люди просят. Строите дома для нуждающихся. Делайте асфальт на дорогах и освещение. Он нам обещал 5 лет тому назад сделать воду мягкую, сделать фильтры. До сих пор он это не сделал. Пусть за эти 5 лет он сделает нам воду. Больше озеленения, больше детских площадок. Спорт, чтобы развивался. Чтобы сделали дороги нормальные, чтобы ездить было можно, нормально было. Людям ходить, пешеходные переходы, чтобы добавили. Тот факт, что три четверти населения просто не пришло за него голосовать, не смущает Василия Белоногова. Новый старый мэр обещает держать прежний курс на благо родного города. В промпарк живет Абаканно-Черногорская агломерация, которую некоторые говорят, что это блеф. Ничего не блеф. Черногорцы участвуют в Абаканно-Черногорской агломерации, промышленным парком Черногорский. Через год там будет продукция. Всенародно выбранный мэр вы таковым себя считаете? Да. В очередной свой срок Василий Белоногов все же что-то поменяет в своей команде. Подробности он пока не раскрывает, но обещает, что общественность все узнает в ближайшие два месяца. В поселке Усть-Кабырзата Штагольского района Кемеровской области прошел форум, посвященный памяти первого шорского писателя и священника Иоанна Штыгашева. В Горной Шоре побывала и делегация Хакасии. Об этой поездке расскажет Константин Кравцов. Единообразный фольклор, культура, история. Хакасию, Алтай и Шорию скрепляет не только это. Выдающаяся личность, писатель, ученый и священник Иоанн Штыгашев. Он родился в селе Матор Таштыбского района в 1861 году. По сути, является первым шорским просветителем и переводчиком. Человек от Бога, который рассказал о шорском народе, об истории. И вот буквально, так сказать, всему миру довел информацию, такую нужную, необходимую. В поселке Усть-Кабырза Таштагольского района Кемеровской области накануне состоялся первый межрегиональный форум памяти Иоанна Штыгашева. Хакасию представляла внушительная делегация от правительства и Верховного совета. Руководитель парламента Владимир Штыгашев лично не присутствовал, однако направил участникам форума слова приветствия. Кстати, он является внучатым племянником Иоанна Матвеевича. Желаю вам, чтобы эта встреча стала настоящим праздником духовного единения тюркских народов, способствовала их национально-культурному возрождению, укреплению дружбы и братства народов Юго-Сибири. Желаю вам успехов в делах и начинаниях крепкого здоровья, добра и благополучия. По инициативе хакасской делегации этот форум в следующем году пройдет у нас. Уже создан оргкомитет из членов правительства, парламентариев, общественников и церковнослужителей. Ученые и не только до сих пор изучают феномен Штыгашева. В первую очередь это огромный вклад в литературу и культуру в целом. Штыгашев первый, кто перевел Библию на шорский язык. Целый ряд его трудов не издан до сих пор, но то, что есть, производит впечатление. Мастерство письма Иоанна Штыгашева заставляет с придыханием читать даже его автобиографию. Это повесть о настоящем человеке, понимаете, о человеке, который ради того, чтобы получить образование, чтобы выучиться, чтобы попасть в школу, прошел сотни километров по тайге. И вот он об этом своем желании, стремлении учиться, он рассказывает, и ты понимаешь, что это вот шорский ломонос. Независимо, где родился, какая национальность записана в паспорте, я хочу, чтобы мы своим детям вложили в голову о том, что при соответствующей старании можно добиться любых результатов. В целом же мероприятие собрало десятки гостей из разных регионов. Среди прочих присутствовал внук Иоанна Матвеевича Штыгашева Александр. Он признается, про деда знает очень мало, да и про достижения его в советской семье говорили полушепотом. Отец, в общем-то, мне ничего не рассказывал. Он опасался, тем более, что были такие опасные моменты, что из-за информации о том, что он является сыном священника, его грозили репрессии, в общем-то, аресты, репрессии. Иван Матвеевич работал в миссионерских школах, обучал детей грамоте, был миссионером матурского стана Алтайской духовной миссии. Человеком был талантливым, много сделавшим для процветания шорцев. Имя Ивана Матвеевича замалчивалось и было забыто в годы советской власти. На форуме состоялась премьера документальной киноленты, посвященной Иоанну Штыгашеву. Примечательно, что фильм «От и до» создан в Хакасии, в Таштыбском районе. Поскольку Штыгашев был человеком высокодуховным, в сельской церкви состоялась литургия. В общем, теперь ответное слово за Хакасией. Уже началась подготовка к событиям не меньшего размаха, чем этот форум. Мероприятие будет проходить и в Абакане, и в Таштыбском районе, и в Матуре, на Матуре. И вот хотел бы тоже обратиться ко всем Таштыбцам, к Матурсам особо. Мы действительно должны выйти на новый качественный уровень. В части встречи гостей у нас будут, уверен, не только гости из соседних регионов, я уверен, что будут гости даже из-за границы. К слову, в этом году исполняется сто лет, как ни стало писателя, ученого-священника. Иоанна Штыгашева в Матуре, где он похоронен, решено построить часовню. Ее возведение уже началось. Это все, о чем мы успели вам рассказать. И желаю вам приятного окончания выходных и хорошего настроя на новую рабочую неделю. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова